Праздник в Дворце культуры нефтехимиков начался с подарка Ангарскому областному детскому дому. Священнослужитель преподнес учреждению икону Святой Троицы. Финальный концерт стал своего рода точкой в череде мероприятий акции «Сотвори благо». Благодворительный марафон был организован силами администрации ОМО, партии «Справедливая Россия», Дворца культуры нефтехимиков и телекомпании «Актис». Почти 10 лет акция жила, а потом вдруг получился первый. Я очень рад, что она сейчас возобновилась. И вот нынешняя акция показала, насколько сегодня ангарчане трепетно и трогательно относятся к детству. Акция стартовала 15 мая. В ней приняли участие более сотни человек. Это градообразующие предприятия, коммерческие организации, частные предприниматели. За две недели воспитанники специализированных учреждений побывали на бесплатных обедах, посмотрели фильмы в кинотеатрах, приняли участие в спортивных состязаниях и творческих вечерах. За это время удалось собрать свыше 5 миллионов рублей. Из них 120 тысяч рублей внесли сами работники различных предприятий «Ангарска». Свою помощь оказали простые школьники и учителя. Мы вчера эти подарки доставили в школу-интернат номер 7 и видели, как эти подарки разбирали дети, видели их счастливые, радостные глаза. И нам, поверьте, стало от этого так тепло на сердце. Все собранные средства будут направлены на необходимые нужды учреждений. Это ремонт помещений, покупка оргтехники, игрушек, колясок, спортивного инвентаря и мебели. По словам организаторов, теперь акция «Сотвори благо» будет проводиться регулярно, ведь итоги прошедшего марафона показали – в «Ангарске» очень много отзывчивых людей, которые неравнодушны к проблемам нуждающихся ребят. Мария Константинова, Владимир Селиванов. Местное время.